А вот с настроениями властей после трагедии, они вполне предсказуемы. В Украине уже сложилась давняя, но далеко не добрая традиция. Закрывать глаза на всем известную проблему, а вот после ЧП объявлять проверки. К примеру, упал аварийный дом или обвалилась школа, сразу масштабная ревизия. Вот и сейчас, после трагедии, в детском лагере Виктория в стране разрешили внеплановые проверки в детских садах, школах, больницах и домах для престарелых. Напомню, что у нас действует мораторий на плановые проверки учреждений, в том числе и на предмет пожарной безопасности. Все потому, что эти ревизии были фикцией и удобной ширмой, за которой инспекторы благополучно брали взятки. Получается, что вся система пожарной безопасности у нас и до моратория, и после, не более чем дымовая завеса. О реформировании системы говорят давно. К примеру, обещали ликвидировать пожарную инспекцию, формировать из добровольцев. Но пока это преимущественно разговоры. А вот на практике украинские пожарные части, как правило, напоминают музей раритетной техники. А пожарные рискуют жизнью за весьма скромную зарплату. Наша Павлина Василенко нашла место, где реформа уже началась. Как это выглядит на практике, смотрите далее. Увага! Четвертое отделение на выезд. Работа хорошая, но когда пожар, хоть увольняйся. Этот старый анекдот не о них. Балочки, разговоры про то, что пожарный спит 25 годин на дубу, это все не так. И каждая година расписана. Когда не работают на выезде, пожарные учатся. Даже людям с 10-летним стажем каждый день приходится сидеть за партой. Звучит сирена и у пожарных есть всего 20 секунд, чтобы спуститься к месту выезда, наесть снаряжение и выехать. Обычно, отправляясь на вызов, они знают только адрес. Мы готовы до всего. В нынешнем году в этой столичной пожарной части обновили технику на 50% и купили новую форму европейского образца. Надеются, что после реформы пожарным или зарплаты поднимут, или разрешат работать по совместительству. У меня закон Украины про борьбу с коррупцией, где прописано, что на других работах по совместности нам работать не позволено. По первому году службы от 5 тысяч. Те, что работают по 20 лет, уже 6,5 отримают. А это Винницкая область. Здесь уже запустили пилотный проект реформы. Один из ее пунктов – создание добровольческих пожарных отрядов. Село Стройнцы в 25 километрах от райцентра. По разбитым дорогам пожарные сюда добираются минимум полчаса летом. Зимой доехать не хватит и часа. После того, как несколько месяцев назад сгорел склад, селяне решили самоорганизоваться. Я работаю на водителе автобуса. Если что-то слушается, то вызывают. В течение пяти минут я тут рядом живу. Добровольцев восемь во главе с сельским головой. Работают, как и профессиональные пожарные, сутки через трое. Обмундирование и автомобиль за 100 тысяч гривен помогли купить местные бизнесмены. Бюджетных денег не потрачено ни одной копейки. Это безопасность. Безопасность громады. Безопасность также предприятия. В любую минуту пожарная команда может выехать и в частности среагировать на обычные ситуации, которые могут возникнуть. Пожарных любителей инструктируют пожарные профессионалы. В другом районе Винницкой области создали один из первых в Украине центров безопасности граждан. Этого тоже требует реформа. Все как в кино об американской службе 911. Под одной крышей скорая, полиция и пожарные. В старом ангаре вполне европейские условия работы. Областные пожарные подарили автомобиль. Старый прожорливый ЗИЛ со временем хотят заменить на более экономичный. Машина 1970-го года. Швидкость может развести до 80 километров. Она, да, бензина есть много. 57 литров на 100 километров. В месяц на содержание пожарных необходимо 200 тысяч гривен. Деньги для коммунального центра безопасности нашли после того, как пять сел объединились. Была государственная пожарная часть, а сейчас коммунальная местная пожарная. Ну, называется, снял погоны, а теперь уже работаем без погоны. Они подписали договоры об обслуживании соседними населенными пунктами. А значит, пожарная часть получит дополнительные деньги. Запчасти не придбать и на ремонт, и на разные обеспечения. Ну, и плануем, случайно, трошки пожарные поднятые зарплаты, потому что сегодня на минимальной зарплате важко жить. Эксперты говорят, реформа пока движется вяло. Чтобы заработали объединенные центры оказания помощи, как в Винницком селе, нужно как минимум ввести единый экстренный номер 112, который, к слову, планировали запустить еще перед Евро-2012. Согласно реформе, государство оставит под своим контролем стратегически важные объекты и объекты населенных пунктов, где проживает не менее 20 тысяч человек. Такие схемы действуют во многих странах. Там пожарный – это уважаемый человек с достойной зарплатой и соцпакетом. В Украине же пока пожарные – это, скорее, любители риска. Я не буду любить эту профессию, тут долго працювать не буду.